Через два года Анне Савушкиной исполнится 18 лет, но получать водительское удостоверение она не спешит. Девушка уверена, пользоваться автомобилем не обязательно, ведь есть доступный общественный транспорт. А машины загрязняют окружающую среду и отнимают массу времени. Это вредные средства для продвижения, пробки, бензин, выхлопы. Это вредно для экологии. Использовать можно, но не часто. В каких-то, может, даже редких ситуациях лучше, мне кажется, использовать общественный транспорт. Дабы сохранить экологию земли. Анна не одинока в своем желании сохранить окружающую среду. Десятки студентов колледжа Московия поддержали сокурсницу и приняли участие в акции по сохранению природы, которую в Международный день без автомобиля организовали сотрудники госавтоинспекции. Призывать наших граждан пересесть сегодня либо на общественный транспорт, либо воспользоваться велосипедным транспортом, либо, может быть, даже пешком пройтись по улицам города. Тем самым избавить наш город от пробок, по возможности, сегодня. И, опять же, чем меньше выбросов в наш воздух, тем чище наша экология. Вооружившись плакатами и листовками, студенты вместе с инспекторами вышли на одну из улиц поселка Развилка, чтобы донести свои чаяния до местных автолюбителей. Скажите, у вас есть велотранспорт? Есть. А вот готовы вы сегодня воспользоваться таким транспортом? Вообще да, готовы. Готовы, да. Некоторых водителей уговаривать не пришлось. Роман на беззнаковой даты предпочитает автомобилю двухколесный транспорт. Говорит, на здоровье хорошо влияет. Велосипеды экология, чисто и для здоровья, хорошо, полезным реорганизмом, понятно. Откажутся ли те водители, которые попали в поле зрения студентов хотя бы на один день от машины или нет, но своей цели участники акции добились. Они лишний раз напомнили людям, как много интересного проходит мимо в то время, когда они стоят в пробках, и как много вреда автолюбители наносят экологии. Юлия Погосяна, Владимир Вижонов, Елена Кошлева. Видно-2.